Дать вещам вторую жизнь Особенно в летнее жаркое время достаточно тяжело найти подходящие наряды в магазинах масс-маркета Поэтому перед нами стоит задача не из легких При этом, с точки зрения ислама, секонд-хенд это еще и возможность избежать исрафа, чрезмерного и порицаемого расточительства Давайте зайдем в один из таких магазинов и узнаем, улыбнется ли нам удача Раньше магазины секонд-хенд располагались в подвалах, в закутках, на задворках В наше время все иначе Это обычные, светлые и большие магазины с самыми разнообразными товарами на любой вкус Например, эта сеть магазинов Планета Секонд-хенд имеет несколько магазинов по городам России Здесь несколько этажей А знаете ли вы историю создания секонд-хенда? Казалось бы, вещь современная, однако корнями уходит далеко аж в 17 век, во времена правления английской знати Королевские особы часто дарили одежду со своего плеча особо отличившимся подданным, для которых это был лучший подарок Позже понятие секонд-хенд воскресло в Америке чуть более ста лет назад Тогда жителям штатов нужно было придумать название особому виду благотворительности Вскоре нашлись и первые покупатели, готовые приобрести поношенную одежду почти даром А как известно, спрос рождает предложение Так появилось множество продавцов, занимающихся приобретением и продажей вещей с чужого плеча В России с понятием познакомились в 90-х годах Правда, ничего общего с европейским секонд-хендом он не имел и носил больше форму гуманитарной помощи из-за бугра Естественно, этот образ прочно укоренился в умах наших граждан Интересно, что же сейчас думают горожане по поводу секонд-хендов? Давайте узнаем! Знаете ли вы, что такое секонд-хенд? Вторичная одежда или вещи Это ужас Почему? Мы туда не ходим Но это же ношная одежда Вторые руки Вещи вторые руки Магазин, я так насколько понимаю, с одеждой, бывшей в употреблении, либо которой уже вышел срок годности одежды Ну, это товары, которыми уже пользовались, и поступают они в продажу, люди отдают для того, чтобы еще раз эти товары использовались Как вы считаете, там покупают вещи те, кто не могут позволить себе одежду в магазинах, или же предприимчивые люди? Ну, если кто найдет свою вещь, почему ее не купить? Там покупают те, которые хотят быть модными и в тренде Но недорого, правильно? Да Многие люди пользуются этим, то есть приходят и просматривают товары, потому что там бывают вещи, которые не использованы даже И новые, и старые Там и брендовые вещи бывают, просто их надо найти, и на это нужно время и желание Как мне кажется, совершенно разные люди В угоду того, что это может человек как покупать за недостатком средств денежных, ну, потому что просто чисто физически не может себе позволить дорогую одежду Как и в принципе люди, то есть есть богатые люди, которым в принципе не важно То есть дорогая одежда, дешевая, он может пойти и купить одежду в секонд-хенде Есть очень богатые, состоятельные люди, которые там одеваются Там же бренды Абсолютно разнообразные люди ходят в магазины Ну а я тем временем нахожусь в активном поиске вещей Кстати, ловите несколько советов для тех, кто отправляется в секонд-хенде Обращайте внимание на классические вещи Юбки Макси, жакеты, прямые брюки, кардиганы Они всегда актуальны Нашли одежду с этикеткой? Поздравляем! К вам в руки попала новая вещь из старых коллекций Старайтесь внимательнее смотреть на бирки Среди них можно найти имена известных брендов Также в некоторых магазинах представлен отдел эксклюзивной одежды Где вещи без износа брендовые и модные Лучше всего устраивать забег по секонд-хендам в день завоза новых коллекций Тогда шансы приобрести хорошие вещи увеличиваются в разы Всегда проверяйте вещь на наличие дефектов Если вы дружите с ниткой-иголкой, то секонд-хенды могут стать настоящим вдохновением для вас Здесь всегда полно тканей и фасонов Стоит лишь добавить немного фантазии Для этого лучше выбирать вещи больших размеров Они дают больше возможностей для трансформации Например, в этом магазине есть раздел с одеждой плюс сайз для солидных дам Также существует миф о том, что покупая кем-то уже ношенную вещь, вы рискуете заразиться болезнью Это совсем неправда Все вещи, поступающие в секонд-хенд, привозятся из-за рубежа, где они в обязательном порядке проходят дезинфекцию Их обрабатывают 40-процентным параформалином в течение 165 минут при температуре 59 градусов После такой обработки каждая партия одежды в обязательном порядке получает заключение санитарно-гигиенической экспертизы Которая свидетельствует, что этот метод соответствует требованиям Министерства здравоохранения Так что какую-то заразу проще подцепить где-то в общественном транспорте или в местах скопления людей, нежели от вещей секонд-хенда И все же постирать купленную в секонде вещь стоит, поскольку параформалин в случае особо чувствительной кожи может вызвать аллергическую реакцию Продолжение следует... Вот такие стильные и недорогие вещи мне удалось приобрести Подошли ли они мне решать вам? И напоследок совет Проходя мимо секонд-хендов, не забудьте заглянуть Возможно, именно там вас ждет вещь, которую вы так давно искали А в остальном делайте выводы и поступайте по вкусу по карману Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok